Народ думает, если полюс придёт к власти, будет война. Меня не интересует. Нет, полюса не будет, войны не будет, будет истребление. А если будет полюс, войны не будет, будет триумфальный прогресс. Я не хочу сейчас вовлекаться в тему «война не война». Она спекулятивная. Но мы знаем, что враг нападёт на нас. Теперь мы или будем сопротивляться, если у нас будет национальное государство, или будет истребление. Нас вырежут, выгонят или мягко, просто демографическим образом, красиво зайдут. В страну хлынет много врагов. Я думаю, сегодня они уже есть и заберут страну. Армения не может больше воевать. И во главе с этим режимом она не будет воевать. Армения под имитацией войны, если этот режим продолжит править, ещё раз проиграет и потеряет уже являющийся её сердцем Сюник. Если это произойдёт. Вы думаете, это произойдёт? Азербайджанцы идут к этому, готовятся. Турки также. Режим в Ереване идёт к этому, готовятся к реализации сделки и сдачи, к поражению. И одним из его шагов является это. Произойдёт это или нет, не знаю. Потому что не так, что никто не будет этому противодействовать. Мы увидели, как Иран противодействует, Штаты противодействуют. Но вы говорили, что США, наши спасители, противодействуют. Говорил, именно сейчас говорю. И как раз в эту секунду я сказал это, что не так, что никто не противодействует. Индия противодействует, Иран и, разумеется, США. И не так, что Европейскому Союзу тоже выгодна потеря Сюника. И Европейский Союз тоже противодействует с меньшей силой, так как его политическая активность в целом в мире намного меньше, чем у Соединённых Штатов. Несоизмеримо. Но здесь теперь также есть другой вопрос. Алиев торопится, пока эти правят в Ереване. Его наилучшие союзники. И пока Путин борется в Украине. И пока Россия полностью не развалилась, он пытается реализовать свои сделки. И поэтому он торопит. И по этой причине он шантажирует, усиливает давление, чтобы в Ереване не слушали Запад. Так как в Ереване не могут сказать, «Штаты, идите домой!» Мы не считаемся с вами. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.